а здрасте всем друзья привет уленьки добро пожаловать 19 ферму и до золотой колос новый сезон мы с вами начинаем а все потому что вышло обновление глобальное для этой карты или выйдет в ближайшее время неважно короче я тут его посмотрел и я в таком детском восторге нахожусь от того что тут намутили поэтому в общем-то новая карьерка такая один сезончик коротенький довольно таки первую очередь конечно же будет посвящен тем обновлением которые здесь ввели ладно к этому мы всему вернемся давайте короче погнали и сейчас расскажу что у нас тут будет и и и так далее для тех кто вообще не смотрел прошлое прохождение вообще советую конечно же их посмотреть но я сначала думал что изначально я планировал что на одном сэйве у меня все это будет все это прохождение когда выйдет обнова с рисом мы будем продолжать старый сейф но знаете там так получилось что на балансе было 70 миллионов денег были выкуплены абсолютно все поля в общем-то у меня особо сильного желания продолжать тот сейф уже не было там реально не интересно на нем уже играть точнее играть то может быть даже и интересно но снимать это все дело но вы поняли поэтому я решил начать новый сейф но чтобы все вот это вот наше дело которое мы там намутили сильно не потерялась я решил перенести всю статистику 100 вас его то есть мы как бы обнулились но как бы продолжаем прошлое прохождение ну и чтобы совсем уж не начинать с нуля у нас на балансе есть немножечко денежка в которой мы сегодня кстати все потратим и поверьте это довольно маленькая сумма для реализации всех моих планов короче говоря по статистике у нас все остается как и было раньше то есть выполненные контракты это выполненные контракты сделки с монетами это сделки с монетами время в игре сколько я тогда 768 часов наиграл в общем-то это все дело у нас остается монеты собранные у нас тоже остаются но и самое главное конечно же рейтинг у нас тоже остается да с одной стороны может быть было бы интереснее намутить его заново но с другой стороны не хочется проделывать все те же процедуры проделывать может опять-таки весело но опять-таки снимать однотипные ролики по тем же самым процедурам которые уже были там 50 серий вышло не хочется поэтому начинаем мы продолжаем и да ну и наигранная статистика в меню она тоже остается все что мы потратили Все, что мы сеяли, обрабатывали, пахали, тут тоже все остается, хотя тут 20 гектаров всего вспахано, но это чисто объединение полей было, никогда не пахал, но все остальное тут, короче, все осталось, все по-честному, и 658 контрактов было выполнено, вот такой вот я молодец. Короче, с этим у нас все понятно, погнали тогда, да, участков здесь никаких не куплено, и сейф абсолютно свежий, время пошло заново, и распродажа до 12 часов дня, поэтому погнали в риелторское агентство и купим себе несколько участков для того, чтобы начать здесь проходить карьеру заново, да. Вот оно, риелторское агентство, что же нам надо, друзья, прикупить? Ну, во-первых, нам, конечно же, нужна ферма, без фермы, знаете ли, никак, поэтому ферму мы покупаем, и сразу же поля, которые у нас будут вокруг этой самой фермы, по старинке, то же самое, 6, 7, 18 поле мы сейчас купим, 6, 7 и 18 мы покупаем. Также, друзья, я сразу хочу, чтобы у нас были животные, правда не все, а только, точнее все, кроме свинок, на свинки мне как-то неинтересно, если честно, поэтому коровник мы берем, овчарню мы тоже берем, и птицеферму мы тоже берем. Вот, минус 5 миллионов, да, здорово, но и это еще не все, конечно же, нам нужны будут теплички, и на карте есть два тепличных комплекса, мы возьмем восточный, он, правда, стоит подороже, а разницы в нем толком никакого, тут, правда, территория с лесом есть, но это тоже нас не интересует. Короче говоря, теплички мы тоже себе берем, потому что теплички нам нужны, остается 4 миллиона, ну и ради чего вообще этот сезон у нас выходит, это, конечно же, обновление, во-первых, рисовая ферма доступна, поэтому рисовые чеки мы тоже берем, возьмем чисто вот эти правые 13, 15, 17 поля, они не так дорого стоят, но, в общем-то, сразу возьмем, чтобы они были у нас 3 штуки сразу. Ну и гвоздь программы, это прям вообще новая штука, конечно же, сад плодовых деревьев, миллион 400, это падла стоит, у нас остается всего лишь 2 миллиона на технику и на расходы на остальные, но ничего страшного. Короче говоря, вот с этим вот всем добром, давайте, наверное, даже карту откроем, чтобы посмотреть, что у нас есть в имениях, вот с этим всем добром мы начнем карьеру, я думаю, вполне себе нормально, и будет чем позаниматься. Как это все работает, я вам сейчас все расскажу, и по поводу риса, и по поводу садов, ну, по поводу риса там ничего нового, но все равно расскажу. Так что, вот такие пироги, у нас остается еще 20 миллиона с копейками, поэтому погнали, немножко затаримся техникой. А техника, друзья, у нас продается, конечно же, в магазине, поэтому, да, я знаю, что можно через меню попасть в магазин, но мне так, знаете ли, больше нравится, по крайней мере, первый раз возьмем именно так. Итого, что нам вообще надо купить, начнем, друзья, мы с комбайна, и что-то, мне кажется, я опять забыл подключить один модик, и мне придется перезапускать игру, но ничего страшного. Короче говоря, комбайн, сильно большой мы сейчас брать не будем, возьмем средненький, 285 тысяч стоит, 10 кубов, у него бункер, джон дир, тем более у меня, по-моему, не было джоника в прохождении, это, ну ладно, это тоже не важно. Короче говоря, вот такой вот замечательный комбайн, зелененький, все как надо, можно на гусянки его посадить, но я его маленькие колесики оставлю как надо, как по дефолту, короче, пойдет. Далее к комбайну, конечно же, нужна жаточка, и по дефолту к нему идет, наверное, вот такая, да, вот такая вот жатка к нему идет по дефолту, но, знаете, она не на колесиках, короче, мне она не нравится. Я бы с удовольствием взял вот такую вот растельмашевскую красную, но начнется много кукареканья в комментариях на тему, что это не по фэншую. Поэтому мы возьмем вот такую вот на колесиках, модовую, и покрасим ее в желтенький такой зелененький джондировский цвет, цвет дизайна тоже можно сделать желтеньким или нет. И давайте мы цвет дизайна сделаем зеленый джондировский, основной цвет сделаем джондировский желтый, и навесим декальку джондир, которая как раз на этом цвете будет смотреться. И все, и вроде как по фэншую, да? Или цвет обода тоже сделать зеленый, вот такой, нормально, нет? Нет, надо сделать ее, основной цвет нужен зеленый. Во, нормально будет, как джондир. Почти не отличается от настоящей. Короче, вот такую вот жатку мы берем, а для кукурузки берем початкособиратель. Тут тоже есть джонниковский, который идет 9-метровый, но он, я не знаю, он вроде как не складывается, судя по его расположению. Мне это на самом деле не нравится, для транспортировочки-то неудобно, поэтому 9-метровую вот такую вот мы штуку берем и красим ее тоже в джондировский цвет. Вот в такой вот зеленый, и оно будет у нас одинаковое. И плюс желтенькие вот эти вот привода. Это, в общем-то, есть. Вполне себе нормально, вот такой вот комплект. У нас один комбайн, и, ну, на старте, в общем-то, этого точно хватит. Я в контракты упарываться не собираюсь, наверное. Так что тут, в общем-то, все нормально, все понятно. Далее. Погнали тогда брать технику для работы на полях. Ну, во-первых, конечно же, нам нужен прицеп. Возьмем вот такой вот. Ставим его в стандартной раскраске, потому что все остальное выглядит ужасно просто. Короче, стандартный прицепчик, 21 куб, нам его вполне себе на старте хватит. Далее. Плуги. Плуг нам не нужен, нужен культиватор. И, скорее всего, мы возьмем сразу же два чизель культиватора, вот таких вот, по 4 метра шириной. Это вполне себе хорошая рабочая схема. В общем-то, мы ее берем. Две штуки. Далее. Сеялка. Тоже сильно крутую, сразу мы брать не будем. Возьмем вот такую. Шестиметровая сеялка. Сеет все, что должна сеять. Плюс работает без предварительной обработки почвы культиватором или плугом. Это тоже хорошо. 180 лошадок, падла, требует. Но, ладно, ничего страшного. Сеялку мы тоже берем. Классная сеялка. Далее сажалка нам обязательно понадобится. Ну, обязательно или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но здесь тоже есть вот такая вот шестиметровая. Есть для нее дополнительный бункер, но он, по-моему, только для удобрений. А удобрять она, мне это не надо. Поэтому не знаю, как тут быть в данной ситуации. Или взять вот такую и не париться просто. Требует мало мощей. 1300 литров бункера. Ну, там тоже для семян довольно мало. 4,5 метра она сажает. Или, во, смотрите, какая штука есть из DLC. Тоже сажалка. 12 метров. 145 лошадок всего требует. И удобрений не на 1000 этих самых литров семена сразу. Во, я такую хочу. Ну, тут тоже какая-то сажалка. Но она сеет канолу, но не сеет лук и морковь. Странное дерьмо. Почему в нее это не прописано? Этот инструмент требует дополнительной балансировки колес трактора. Не знаю, как это работает. Ладно, экспериментировать не будем. Короче, вот такую вот сажалку мы берем. Она, видимо, не складывается. А, она не складывается, но ее можно сзади возить. Но это, кстати, тоже не круто. Нельзя будет отправить ее. Я бункера, кстати, не вижу. А куда здесь вообще семена заправляются? Странная хреновина. Не хочу, знаете, рисковать. Я передумал. Короче, вот. Вот такую вот берем за 29 тысяч и все. Да. Я, простите, я не сильно осведомлен, как вообще вот это дерьмо работает. Далее. Погнали. Далее. Пестициды. Нам понадобится обязательно опрыскивалка. И опрыскивалку мы ставим вот такую вот модовую. Она идет с картой. И в отличие от других опрыскивала, как видите, у нее появилось две новых хреновины, которые она может опрыскивать. Поэтому берем ее. Ее можно покрасить. И, конечно же, она будет самого классного цвета на планете. То бишь, оранжевого. Берем вот такую вот штуку. Я чуть попозже расскажу, зачем вот это вот все дело надо. Также техника для удобрения. Нам нужна именно разбрасывалка извести. Поэтому берем вот такую вот простенькую на 14 кубов. Вполне себе она подойдет. Меня вполне устраивает. Можно будет потом ее немножко проапгрейдить. Также нам понадобится на ввоза какая-нибудь разбрасывалка. Но это, наверное, со временем. Сейчас она на старте прям точно не нужна будет. Потому что появится смысл удобрять все вот этой штукой. Далее, косилки. Конечно же, травку нам для животных придется собирать. И косилки мы берем вот эти вот две штуки. Это тоже из DLC. И эти штуки могут собирать волок за собой. Да, можно было бы купить самоходную. Но знаете ли, я всегда покупаю самоходную. А вот эту штуку я, как-то знаете, еще не покупал. Поэтому берем такую. Теноворошилка нам тоже понадобится. Возьмем какую-нибудь не сильно крутую. Например, вот эту на 9 метров. Тоже из DLC Альпы. Мне нравится. Вполне себе подойдет. Берем. Волковую жатку тоже какую-нибудь надо обязательно приобрести. 6 метров как-то слишком. 12, слишком много. Хочется что-нибудь такое 9 метровое тоже, знаете ли. Вот 9,3 из дефолтных. Пойдет. Берем. 75 лошадок оно требует. Стоит не сильно дорого. Грузовой прицеп тоже нам понадобится обязательно. Именно фуражный прицеп. Подборщиком травки. И мы возьмем тоже DLC-шный из Альп на 26 кубов. Этого на старте тоже должно вполне себе хватить. Если будет мало, мы потом всегда сможем взять какой-нибудь супер крутой на миллиард литров. Далее. Тюкалка. Тюкалка нам тоже нужна. И возьмем вот такую вот тюкалку. Она мне прям приглянулась. Последнее время из того же самого DLC. Работает классно. Короче, берем. Ну и вроде как все. В остальных категориях нам больше ничего-то толком-то и не надо. Если вдруг еще что понадобится, мы это все обязательно купим. Еще 544 тысячи мы потратили. И тут уже места нету даже. Ладно, место есть. У нас остается полтора миллиона. Нам еще много всего надо купить. Но в первую очередь, конечно же, нам нужны трактора для того, чтобы можно было работать на полях вместе со всем вот этим вот делом, что мы прикупили. Поэтому лезем в трактора. Самая у нас мощная херня, которая работает, это косилка. Она требует 200 лошадок. Поэтому все будем брать плюс-минус на 200 лошадей. И в малых тракторах, видимо, ничего такого нет. Но в малых тракторах есть замечательный такой, знаете ли, электротрактор, который мне прям очень сильно нравится. Его тоже можно покрасить в оранжевый цвет. И я его хочу купить. Он и с опрыскивалкой садовой будет прекрасно работать. И там тоже все очень круто. В общем-то, его мы берем. Ну, а остальные у нас пойдут уже из категории средние трактора. Конечно же, будем брать разные. Ну, во-первых, да, JCB-шка работает быстро и безотказно. 196 тысяч она стоит, мы ее покупаем. Это второй трактор. Я думаю, имеет смысл взять еще классовский трактор. Мне они тоже нравятся. Поставим движку помощнее. 295 лошадей. Его как раз. Нормально для косилки будет само то. Пойдет. Также можно взять еще, например, из средних тракторов. Что здесь еще такое есть? Прям такое сочное. Можно взять кейс Пума вот этот. 225 лошадок. Вполне себе нормальный трактор. Можно его прокачать. Но давайте возьмем средний на 245. Его мы тоже берем. И, конечно же, куда мы без вальтера. Без вальтера, знаете ли, ферма не ферма. Тоже берем средненькую вальтеру. Красим ее в оранжевую. Можно движку. А можно, в принципе, не ставить. Они будут справляться со своими задачами без проблем. И вроде как вот. А где? А, маленький трактор. Блин, насколько же он, падла, отличается-то по размеру. Реально малыш вообще. У нас остается 578 тысяч всего. Это довольно-таки мало. Ну ладно. Все равно мы это, кстати, тоже все потратим. Рано или поздно. Вот. Ладно. Погнали. Еще посмотрим. Сделаем небольшой такой анализ наших владений. И составим планы вообще на будущее. Значит-то, на 18-е поле. Здесь у нас растет лен. Можно это поле, кстати, удобрить. Давай, самолетик, дуй на 18-е поле. Значит-то, этот лен мы с вами собираем. Скорее всего, продаем на зерно. И плюс льняную солому на тюке. Здесь ее не сильно много будет. После этого это поле мы засаживаем травкой. И, соответственно, собираем отсюда траву. Трава у нас пойдет на силос, на сено, на траву, на компост. Короче, везде будет трава. Также у нас есть еще два поля. Это, во-первых, седьмое поле. Здесь у нас созрела соя. Начинаем мы, получается, с уборки. А также у нас здесь растет подсолнечник. Кстати, тоже можно его удобрить будет. Не знаю, пока нужно ли нам объединять эти поля. Это я еще не решил. В общем-то, это я подумаю. Это не проблема. Когда будем заниматься этим, тогда и решить. Вот. Также, друзья, погнали смотреть, что у нас еще есть. Ну, про животное это понятно. Заведем животных потом. Нужно будет еще решить, что нам нужно выращивать. Потому что полей у нас не так много. Их, по сути дела, всего три. Одно занято под траву. По факту остается два поля. Может быть, все-таки с контрактами и поиграемся. Потому что там можно будет немножко урожаясь и прикарманить, который нам тоже понадобится. Если там есть какое-то зерно. Потому что нам надо и птичек кормить, и так далее. Значит, смотрите. У нас есть еще три поля. 13, 15 и 17. Это рисовые поля. Тут, в принципе, механика осталась точно такой же, как и была в 17-й ферме. Но если кто не знает, чем эти поля особенные, на них можно выращивать рис. На других полях рис выращивать нельзя. Потому что рис у нас растет под водой. И после того, как мы его посадим, здесь нужно вот так вот открыть шлюз. Он вот так вот открывается. И здесь начинает течь водичка. Через некоторое время поле наполняется водичкой. По-моему, через час мы пока что это закроем. Нам это не надо. И тогда рис может расти. Если не наполнить поле водой, то рис не вырастет. Логично. Также потом эту самую воду надо будет отсюда сливать. И тогда убирать рис. С рисом делать, кстати, особо ничего нельзя. Его можно лишь отвезти на приозерский элеватор и там очистить. Ну а после того, как вы его очистите, уже можно его использовать на каких-нибудь производствах. Или же просто продавать. Думаю, я с этим все понятно. Также тут, кстати, можно построить ангар для техники. И мы с вами... Так, где это он? Во! Ангар для техники. Рядом тут стоит. Его можно построить будет. Чем надо будет обязательно заняться. И, скорее всего, когда мы это сделаем. Если мы будем покупать еще поля, то сюда переедет наша маленькая техника для маленьких полей. Если мы обзаведемся большими. А для больших купим технику побольше. Ну, пока что, по крайней мере, в планах именно у меня такой вот ход событий. Ну и, друзья, самое интересное в этом обновлении, конечно же, это вот такие вот сады. И, значит, здесь у нас есть 4 сада. На карте вот они отмечены А, Б, Ц, Д. В каждом из них под 10 рядов можно посадить деревья. Саженцы покупаются в садовом центре и сажаются вручную. Каждое деревце. Это вполне себе прикольно. Ну и, в общем-то, потом, рано или поздно, ну, скорее поздно, конечно, эти деревья созреют и дадут нам урожай. Деревья есть несколько видов. Там яблоки, вишни вроде сливы и грецкие орехи. Извините, если не прав, точно не помню. Можно пойти посмотреть, какие саженцы, но не важно. В общем-то, здесь можно засадить сад. Он сначала один цикл просто цветет без плодоношения, а потом уже будет нам давать какой-то урожай. И с садом, друзья, возни будет намного больше, чем со всем остальным хозяйством на карте. Я не знаю, как еще выразиться. Короче говоря, вот такая вот менюшка у нас сада плодовых деревьев. Есть сад А, сад Б, сад С. Все это дело переключается. Разумеется, мы садим деревья, и здесь потом показывается, что именно у нас на этом ряду растет. Состояние будет показываться, в каком состоянии находится это самое дерево. Влажность почвы обязательно надо будет поддерживать. Вроде как выше 40%, насколько я прочитал в чатике для тестера. Просто справку на самом деле еще не выдали. Поэтому половину приходится додумывать самому. Также есть удобрение компостом. Надо будет во время отдыха, скажем так, растений удобрять это все дело компостом. Ну и потом это будет давать урожайность. Также нужно будет вносить защиту от насекомых и грибков. И делается это с помощью фунгицидов и инсектицидов. Две новых вот таких вот штуки еще тоже добавили. И именно вот эти вот две штуки я показывал вначале для вот этой специальной опрыскивалки. И с помощью нее можно будет в саду здесь работать. Также и на полях можно будет от сорняков тоже вносить гербициды или удобрения, что там идет. Вот. Также здесь есть склад щипы. Но насколько я понял, деревья можно вырубать, когда у них уходит ресурс. То есть деревья тоже не вечные. И после этого они превращаются в щипу. Урожай здесь идет на товарные склады. Его тоже можно будет продавать или же можно будет пускать на производство. Грецкий орех можно будет пустить, по-моему, на пахлаву. Сейчас мы это дело посмотрим. Да, вот, кстати, маслоэкстракционный завод. Линия производства халвы и казинаков. А что я про пахлаву-то думал? Ну, неважно. Вот сюда как раз идет белый рис, очищенный уже. И грецкий орех. На мясокомбинате также у нас появилось производство тефтелей, которые завязаны. Наверное, оно уже было, просто рис достать было нельзя. А также линия производства плова. Только плов без чеснока это не плов. Шутка. Или нет? А, да, пахлава тоже на хлебокомбинате у нас делается. И здесь тоже нужен грецкий орех и еще нужен мед. Мед это тоже новая штука, я вообще не понял, где ее брать. Я думаю, со временем разберемся. Пока справки нету, потому что мед вроде как дают пчелы. Может быть, что-то новенькое еще тоже завезут сейчас. Но самое интересное, это, конечно же, завод соков и джемов, на котором можно будет делать сок. Яблоки, абрикосы, вишни. А, абрикосы. Я говорил сливы. Абрикосики будут, да. Будет здесь сок. Также можно будет делать овощной сок, но я сейчас не могу посмотреть, из чего он делается, увы. А также можно будет делать джем. Яблоки, абрикосы, вишни, сахар. И на выходе у нас будет джем. Или клубничный джем. Можно будет с наших тепличек. Но, где же стоит этот завод? А на самом деле, вот он. Вот такая вот хреновина. Это вот перед нами, да, это завод. Еще одна новая хреновина, которую добавили, это то, что завод нужно будет построить. И построить его нужно будет и, в принципе, не так уж и мало ресурсов понадобится. А еще нужно будет 60 рейтинга, но у нас он есть. А так, вот видите, это к тому, что карьеру, если бы я с нуля начал, вряд ли бы я это скоро сделал бы. Строится довольно долго, 36 часов, больше суток. Короче, этим тоже надо будет обязательно заняться. Также, конечно же, у нас тут есть теплички. Нужно будет обязательно привезти сюда грунт. Да, кстати, есть небольшие изменения по поводу грунта. Теперь, по-моему, можно их удобрять компостом. Я еще не проверял в механике, как это работает. И вроде как грунт там 3-го, 4-го, 5-го урожая еще будет. И только потом он становится отработанным. Да, кстати, насчет компоста. Для компоста здесь стоит вот такая вот прекрасная компостная яма. Компост делается из навоза, травы, сечки или силоса. И компостом можно удобрять поля. То есть, вместо навоза. Вообще, получается довольно-таки выгодно. Можно тупо сечки сюда накидать, сделать из нее компоста и удобрять этим поля. Это довольно-таки дешево получится. Работает он по тому же принципу, что и ферментатор. То есть, мы сюда засыпаем что-либо. Потом идем в меню складов. Где-то здесь была садовая, вот она, компостная яма. Нажимаем на кнопочку начать ферментирование. Вроде как сутки все это дело делается. И на выходе у нас потом здесь с ленты мы забираем компост. На базе его можно хранить на складе сыпучих грузов. Поэтому там тоже все хорошо. Так что, вот такие вот нововведения и понятное дело, что упор, в первую очередь, мы будем делать именно на вот эти нововведения. То есть, рис, сад и так далее. Но и будем заниматься еще с животными. Так, между делом, чтобы было весело. На этом, друзья, вот эту вот серию я закончу. Потому что, ну, вроде как, о планах вроде все обозначено. Будет еще полноценный гайд, как тут все работает. Или уже был. Я не знаю просто, что там наперед записывается. Так что, короче, кто будет в это играть, можете посмотреть. Постараюсь по полочкам разъяснить, как здесь и что работает. И вот, чтобы продолжение вышло как можно поскорее, можете влепить лукас. И комментарии тоже пишите, что вы вообще думаете по поводу это прохождение. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть ролики заранее по мере съемки, то можете вот дешевенькую спонсорку оформить. И во вкладке сообщества я все публикую, вот как смонтировал и выложил, и все. И сразу там появляется. А публикуется оно по расписанию у меня. А если не хотите ждать, то вот, пожалуйста, простой вариант решения этой проблемы. На этом, в общем-то, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok